Добрый день, уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, по всей видимости, уважаемые зрители. Небольшое отступление. Юлия Владимировна только что рассказывала о капризном пациенте, взгляд просто психиатра, а что пациенты бывают другие. К сожалению, в нашей практике, да, это наша неотъемлемая часть работы, и иного не предусмотрено. Поэтому, когда к нам приходят люди на консультацию, либо мы оказываем какую-то помощь, мы всегда, да, там для себя представляем план, да, что возможно какие-то нарушения, с чем, собственно говоря, человек пришел, да, либо появился в нашем поле зрения. К сожалению, онкология, в том числе для психически больных людей, либо с психическими нарушениями, по сути дела делят жизни до и после. Ну, собственно, как и у всех, наверное, остальных людей, с другими какими-то заболеваниями, либо просто относительно не болевшими до этого времени. Реакция пациентов на информацию, что у вас онкологическое заболевание, да, по сути дела является стрессовым фактором. Которые для врача-онколога, да, который может лицезреть на приеме в этот момент, да, парадоксальную реакцию людей, либо их родственников, что для них тоже является стрессом, безусловно, да, патологические, психологические, либо психологические реакции, проявления на данную информацию. В свою очередь, к сожалению, да, врач-онколог, наверное, не защищен от данного инцидента, да, и, к сожалению, консультация специалиста здесь и сейчас одновременно при реакции пациента, в том числе психическими заболеваниями, на данную информацию об онкологическом заболевании не предусмотрена, ну, с точки зрения нашего действующих нормативно-правовых актов. То бишь, нет, да, что врач, собственно говоря, онколог, и рядышком с ним там где-то возможности врать психиатр. Это всегда либо отстранена, да, консультация уже по факту, да, реакции патологической человека, либо уже, да, на момент назначения лечения и требования его какого-то применения. Потому что, как уже Владимир Владимирович ответил, озвучил, вернее, что, к сожалению, люди парадоксально реагируют и вплоть до отказов от любого лечения. Ну, как иллюстрация, да, в нашем учреждении, собственно говоря, отправлялась женщина, 56 лет, с онкологией кожи, да, и при назначении, собственно говоря, лучевой терапии, да, доктор, онколог ей честно, как положено по законодательству, да, сообщение в медицинском вмешательстве рассказывает о возможных последствиях данного лечения. Человек, к сожалению, в шизофрении воспринимает это по-своему, да, и донести до него информацию так, чтобы его замотивировать, да, не напугать, а еще и как-то ему сподвигнуть, да, к данному лечению, оно необходимо. Но в данном случае женщина, да, приняла реакцию, что, когда дурь сказала, что возможные последствия, она сказала, не, последствия меня не интересуют, я отказываюсь от этого лечения. И потом убедить ее было, наверное, невозможно или переубедить, да, приходилось менять терапию, усиливать воздействия, да, там, в том числе психотерапевтическая, объясняя, что данный метод, он необходим, он направлен только на восстановление вашего здоровья, да, и улучшение его, никаким образом не навредить. Ну, вот спустя 4 месяца, да, вторая попытка ее пролечить, да, опять же, в связи с онкологом, да, совместно уже с психиатром, с изменением терапии, со стороны, в том числе психиатрической, да, и, собственно, вторая попытка. К сожалению, и она гарантии может не дать, да, мы можем, может, провести одну-две процедуры, и человек скажет, все, я устала, собственно говоря, да, и больше этого не хочу. Это что касается непосредственно, вот, как иллюстрация, да, реакции патологической человека с психическим заболеванием. К сожалению, в нашем законодательстве не предусмотрено, да, лечение по направлению онкологии принудительного. Да, если психиатрия это есть, и оно, к сожалению, ограничено только правовыми нарушениями, то в онкологии, да, человек, который, в частности, вот, озвучен был с деменцией, да, который нам не может дать согласия, либо отказ, у которого не назначается опекун здесь и сейчас, потому что надо пройти процедуру через суда, да, по остановке вопроса перед судом о гражданском статусе данного пациента, а это все занимает сроки, время, да, что приводит к ухудшению как минимум онкологического заболевания, да, а как фактом несвоевременного лечения, там, других выявленных психических нарушений. Второе немаловажное направление, да, что во время уже самого лечения, как уже было озвучено, да, оно проходит месяцами, оно, безусловно, влияет на все системы организма, да, в зависимости от выбранной формы и влияния на соматический статус гражданина. К сожалению, приводит к тому, что его психическое заболевание, оно начинает парадоксально либо проявляться, да, либо лавинообразно ухудшаться, что тоже меняет, опять же, гражданский статус, сделая его неидееспособным, да, на момент принятия решения. Ну, в данном случае мы говорим сейчас, да, в тех случаях, когда пациент не сопротивляется лечению, просто он не может выразить свое согласие с точки зрения действующего нашего законодательства, да, согласно 323-му, 20-й статье, да, информированное добровольное согласие пациента на вмешательство. Да, если там что-то требуется, допустим, онкологу дополнительное какое-то согласие взять на какое-то вмешательство, то, к сожалению, опять же, да, в данном случае врач оказывается вне правового статуса. То есть человек, к которому он обращается, да, за решением данного вопроса и согласия, он не может его принять по изменению своего психического состояния, да, и недопонимания или невозможности принять решение по тому или иному назначенному новому виду лечения. Что, в свою очередь, опять же, да, определяет невозможность онколога, как ему в этом случае поопределяться. И с точки зрения нашего уже имеющегося, да, законодательства, не предусмотрено, еще повторюсь, быстрого и оперативного, да, изменения правового статуса пациента хотя бы применно и принятия решения о его лечении. Есть маленькая лазейка, да, с точки зрения, так называемых, родственников, да, которые так или иначе у него есть. Но уже мы озвучивали, да, что родственники порой себя проявляют гораздо негативнее, да, на реакцию своего болезни, своего родного человека, да, чем сам пациент. И это категорически начинает мешать и внедряться в процесс лечения, вплоть до отказа, да, от каких-то методов воздействия лечения, от оперативности, да, где требуется принять решение о том или ином виде воздействия, да, и нужно какое-то согласие. И опять же, да, и родственники говорят, нет, он не будет этого делать. И вот в этих вот моментах, когда сам гражданин не может высказать свои пожелания, да, а по сути дела доктор действует в его интересах и хочет назначить то лечение, которое будет наиболее эффективно, да, наиболее оперативно в данном случае применено. Но, к сожалению, родственники начинают вклиниваться в пространство врача, собственно говоря, пациента, да, и начинают вести себя в своей точке зрения, да, либо просто отсрачивая, в лучшем случае, да, в момент лечения, в худшем просто его прекращая, да, и противодействие действию врачам, ну, в частности, онкологам, да. В психиатрии такое тоже, к сожалению, есть, да, но у нас в этом отношении мы хотя бы, законам о психиатрии немножечко, наши действия прикрыты, да, и регламентированы, что эффективность, соответственно, выше. Уже занимаясь данной тематикой, да, в онкологии, к сожалению, этого нету. И, в частности, вот по опыту уже нашего, да, взаимодействия с данным учреждением, могу сказать следующее. Ну, я думаю, по городу такая картина, я думаю, и по стране повсеместно. К сожалению, разрыв между онкологом и врачом-психиатром, он бывает, ну, катастрофически в каком-плане, что даже на значение, да, врачу-онкологу, когда пишет специалист-психиатр, да, там, допустим, шизофрения, параноидная форма, там, неприятный тип течения, да, там, какой-то вид лечения, даже какие-то медсведения красиво предоставляются, мы, к сожалению, не можем, доктор-онколог, принять решение адекватное в плане назначенного лечения, да, он же исходит из своих стандартов лечения, да, из своих принципов назначения. И в них, к сожалению, нету, да, дополнительно рассматриваемое психиатрическое лечение, и оно порой, да, одно противодействие другому. Ну, в частности, допустим, да, там уже озвучено токсическое влияние того или иного вида лечения, да, в частности, в общем, химиотерапии, которая просто провоцирует его психическое заболевание. И опять же, как в этом отношении поступать в врачу-онкологу? Минемизировать эти последствия и применять менее эффективные методики, да, которые, ну, с большой долей вероятности у человека, собственно говоря, лечение будет, ну, неэффективное. С другой стороны, да, назначить более агрессивное лечение, более эффективное, но зато провоцирует, да, его ухудшение психического состояния, которое относительно превращает, да, человека в недееспособного. И, по сути дела, что тут лучше, что тут хуже, да, опять же, законодательство нам не дает понимания. И тут только, наверное, на вообще нам сообществе, совместно с нашими пациентами можно выработать, да, этот вот алгоритм решения, какое принять эффективный выбор в данном случае. Ну, как уже озвучено, да, к сожалению, наше лечение, в том числе психиатрическое, да, которое необходимо и актуально, оно носит по себе тот же самый терапогенный фактор, хотим этого или нет, да. И также, наверное, на момент лечения онкологического не всегда и не возможно его применение, да, что тоже уже озвучено наивыше в ряд проблем, которые потом выясняются уже, да, непосредственно на койке в онкологических больницах и стационарах. Лечение либо прерывается, да, либо каким-то образом уменьшается его дозировка, и начинает на первом фоне, да, возникают, собственно говоря, психические нарушения, которые и мешают врачу-онкологу осуществить свою функцию, собственно говоря, вылечить пациента, да, либо как-то облечить его состояние. Это мы говорили сейчас именно в тех случаях, да, когда уже врач-психиатр направляет уже психически больного человека. Второй момент, вот относительно озвученного Юлия Владимировна и в предыдущем докладе, это те проблемы, которые у нас высвечиваются уже непосредственно, как бы, пациентам, но относительно, да, не предполагающие каких-то нарушений психических. Да, и уже которые во время взаимодействия, лечения, начинают эти вещи возникать. И тут, опять же, да, уже из опыта делюсь нашего города, да, Санкт-Петербурга. У нас в психиатрических больницах не предусмотрено, да, именно по этому направлению, онкологическому лечению. Что, соответственно, оказать им помощь, да, в рамках психиатрического навредственного режима не предполагает возможности. Соответственно, и в онкологических больницах, да, нету так называемых закрытых психиатрических отделений, палат, да, которые предполагали возможность психического наблюдения и помощи онкологическим больным, да, в рамках его безопасности именно уже психического заболевания. В городе у нас развернута, это Александровская, не скорая помощь Эджини Лидзе, да, так называемые соматопсихиатрические отделения, где непосредственно оказывается помощь людям до психическим нарушениям. Но, опять же, если в данных учреждениях не развернуто, да, онкологические отделения либо помощь в данном направлении, то и там это невозможно предпринять. И получается, что, по сути дела, наши пациенты оказываются, да, в безквалифицированной помощи либо со стороны психиатра, если он в больницу онкологическую отправляется, либо со стороны онкологии, да, если он по своему психическому заболеванию не может находиться на онкологической койке. И тут, конечно же, с коллегами приходится вырабатывать этот велосипед, но я думаю, что по всей нашей Аферской Федерации, да, каким образом на интенсивных койках этих пациентов, да, наблюдать, где есть такая возможность. Но, опять же, согласно стандартам и ОМС, да, это невозможно сделать. Кто это будет оплачивать? Все упирается в любом случае не только в организацию, но еще и в деньги, да, кто это в деятельности будет оплачивать. Поэтому проблемы есть. Проблемы, я думаю, в ближайшее время, к сожалению, никуда не денутся. Для того, чтобы их решить, требуется дополнение, как минимум, действующие нормативно-правовые акты, да, со стороны нашего профильного министерства здравоохранения. Так, я думаю, со стороны уже, ну, в том числе, наверное, федеральных законов, которые позволили, да, нам данным категории граждан оказывать квалифицированную и своевременную помощь. Ну, акцентирую внимание даже, наверное, еще и на своевременность помощи, которая, к сожалению, не предполагает возможности. Ну, собственно говоря, это иллюстрация вот этим файлом. Поэтому, если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием отвечу. Ну, либо проверю, либо сижу. Спасибо за внимание.